На 2018 год в Полевском городском округе было запланировано протестировать на ВИЧ-инфекцию более 15 тысяч человек. За 10 месяцев этого года план выполнен на 64%. Согласно статистике, в этом году наблюдается снижение по выявлению инфекции на 48% относительно среднего многолетнего уровня. Цифра собравшихся удивила, по мнению специалистов, не может быть столь резкого снижения, и в этом еще предстоит разобраться. Так, за 10 месяцев было выявлено 70 случаев заражения ВИЧ-инфекцией среди взрослого населения и один случай среди детей. За отчетный период умерло 48 человек, состоящих на учете, в том числе непосредственно вследствие ВИЧ-инфекции 26 человек. За январь-сентябрь диспансерному наблюдению подлежит 1971 человек. Состоян на диспансерном учете 1741 человек, почти 12% не встали на диспансерный учет. Получают лечение антиретровирусными препаратами 805 человек за счет приоритетного национального проекта. Количество выявленных больных туберкулезом среди инфицированных ВИЧ с начала регистрации данной инфекции 396 человек. Это 15% от числа зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции. За отчетный период 89 случаев, 21%. Количество ВИЧ-инфицированных, получивших лечение от туберкулеза с начала регистрации 394 человека. Это 99% от количества больных туберкулезом ВИЧ-инфицированных. За отчетный период 75 человек. Прогноз по ВИЧ-инфекции на территории Полевского городского округа остается неблагоприятным. В Полевском пройти тест на ВИЧ-инфекцию можно в центральной городской больнице. Тестирование предлагают всем, кто поступает на госпитализацию. Также узнать свой ВИЧ-статус можно в пункте низкопорогового доступа на Максима Горького 1. Проводятся выездные акции для тестирования населения. В Полевском специалисты используют различные методы. Общая население акции – это 18% с небольшим. На рабочих местах – 26%. При освидетельствовании на психоактивные вещества – это те, кто доставляются в приемное отделение – 1,7%. В поле диспоциализации – более 7%. Учащиеся на СУЗ – это радиотехник, профтехучилище – 17,6%. Предварительные периодические медосмотры – 24,2%. При плановой госпитализации только начали 1,4%. И задержанное ВВС, значит, мы сработали 27 человек на сегодня уже. Обсудили также ситуацию по заболеваемости туберкулезом. Всего было обследовано с помощью флюорографических исследований более 35 тысяч человек. За 10 месяцев 2018 года зарегистрировано 33 случая среди взрослого населения и 4 случая среди детей. По статистике наблюдается снижение на 35% по сравнению с прошлым годом. Игорь Соколов, Константин Миронов. Новости. Твой день.